Дорогая Церковь, я хочу приветствовать вас, поздравить с праздником Христового Воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Давайте откроемся вместе Евангелие от Иоанна, 20 главу, из 11 стиха будем читать. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария», она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель». И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Мне положилось на сердце порассуждать с вами на вот этот короткий отрывок местописания и посмотреть на сердце Марии, на ее переживания. Что вообще происходило в сердце этой женщины? Если мы проследим все события, которые произошли за последние несколько дней, когда взяли Иисуса, когда Его били, когда Его привели распинать на крест, там была Мария. Она смотрела, она все видела, она переживала. Когда Он умер, она это видела. Когда снимали Его тело, она тоже это видела. И когда Его положили во гроб, она тоже это видела. И вот теперь вот эта вот ситуация написана рано утром. У другого евангелиста написано рано утром при восходе солнца. Мария там. Где? Где она видела последние разы Иисуса? Почему? Была традиция у евреев оплакивать умерших. Но для нее это было больше, чем традиция. Для нее Иисус, Он был действительно драгоценностью. Драгоценностью той, которая... Он поменял ее жизнь. Он простил ей грехи. Он дал ей радость. Он дал ей мир в сердце. И вот Мария стоит у гроба. Стоит у гроба. Ее переполняют чувства. Ее переполняют эмоции. И она плачет. Но у нее есть одна цель. Она хочет видеть Иисуса. Написано, когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов. Как часто мы можем видеть ангелов? Хотя бы одного. А тут двух. И это не производит на нее никакого впечатления вообще. Она видит... У нее есть цель. У нее есть внутренние переживания. Она в таком недоумении. В таком замешательстве. Написано, двух ангелов в белом одеянии. Акцент стоит. В белом одеянии. Сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Она наклоняясь в гроб. И это вроде бы как, между прочим, вот эти ангелы. Еще и двое. Они задают ей вопрос. Жена, что ты плачешь? Они задают ей вопрос. Вот если придет ангел и будет задавать нам вопрос. Как мы будем реагировать на это? Наверное, это что-то будет особенное. Наверное, это что-то будет такое. Господь же не просто посылает ангелов, чтобы просто поговорить. У него есть цель определенная. И вот этот ангел, двое ангелы задают ей вопрос. Жена, что ты плачешь? И она говорит им, изливает им сердце, свою цель, свои переживания. Она им говорит, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Господа унесли. Она потеряла драгоценность. И она не знает, где ее найти. Мария искала хотя бы мертвого Иисуса увидеть. Она пришла во гроб, потому что мертвая в гробе. А его там нет. Его там нет. Она в таком, в своем состоянии, еще не до конца понимая, что происходит. Ангелы говорят ей, да, она видит, вот, видит, нет Господа, нету. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Вот она в своем состоянии, она не узнает Иисуса. Вот за ангелов написано, что они были в белом одеянии. За Иисуса не написано, что он был в белом одеянии. И она, видя его, она принимает его за обычного человека, за обычного простого садовника. Она не увидела в нем ничего сверхъестественного. Простой человек стоит. Ну, чего он здесь рано утром? Ну, наверное, садовник. И вот она, она думая, что это садовник. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Иисус задает ей практически тот же самый вопрос. Мария, какая цель вообще твоего? Почему ты здесь? Какая цель? Что ты ищешь? Какое твое желание? К чему направлено твое сердце? Она, думая, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? И я возьму его. Иисус говорит ей, что она хочет забрать Иисуса, хотя бы мертвого, потому что он для нее драгоценность. Иисус говорит ей, что она говорит ей, что неужели садовник может знать мое имя? В Евангелие от Иоанна, в 10 главе, 27-28 стихом написано, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. После того, когда Иисус назвал ее по имени, она его узнает. Она узнает Иисуса. И здесь мы видим, кардинально меняется она. Она настолько поменялась, что это вообще удивительно. Достаточно того, что Господь, Он назовет нас по имени. Каждого из нас, Он знает по имени. Тебя и меня, Он знает по имени. И когда Он говорит и называет свое, мое имя, это что-то особенное. Это что-то, что произвело на Марию такое впечатление, что она кардинально меняется. Она, обратившись, говорит Ему Равуне, что значит Учитель. И Иисус говорит ей, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим и скажи им. Вот здесь Иисус, Он называет Марию по имени. И Он дает ей задание. Он дает ей послание. Иди и скажи братьям. Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему. К Богу Моему и Богу Вашему. Мария Магдали найдет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. И вот здесь Мария, она приносит братьям Евангелие. Благую весть приносит. Приходит к братьям и говорит, братья, Христос воскрес. Он воскрес. Вот эта вот личная встреча Марии, она с Иисусом, она меняет полностью Марию. Мы уже не видим, что Мария плачет. Мы уже не видим, что она ищет мертвого. Этого уже нет. Она уже с радостью идет к братьям и говорит им, Христос воскрес. Пасха совершилась. Очень часто сейчас люди в своих исканиях Бога ищут мертвого. Ищут одного, у которого могила есть. Ищут другого. Ходят на могилы к тому, к другому, к великим людям. Ходят на могилы. Но они мертвые. Вы там никого не найдете. Люди мертвые. Но даже в таких исканиях Марии, Бог видя ее сердце, Он сам лично является Марией. И называет ее по имени. Мария. И Мария меняется. Мы видим, что даже ангелы не могли повлиять на нее. Даже два ангела. Они не смогли произвести такое вот изменение в Марии, так повлиять на нее, чтобы она поменялась. Не смогли. Но когда человек, он ищет Иисуса. Пусть даже в своих пониманиях он не понимает, что Иисус живой. Он ищет мертвого Иисуса. Люди, может, идут в церковь, чтобы посмотреть на какой-то образ, на какой-то лик. Но Иисус, Он живой. И Он хочет назвать тебя по имени. Он знает твое имя. Он знает твои обстоятельства. Он знает, что ты проходишь. Что ты проходишь. Вот как Мария тогда у нее была глубокие переживания. Она потеряла близкого человека. Человека, который поменял ее жизнь. Который очень сильно повлиял на нее. Она его потеряла. Но нашла намного больше. Он поменял. Когда она встретилась с Ним живым, она изменилась. И мы видим, что Мария, она тут же становится евангелисткой. Она тут же несет вот эту добрую, благую весть своим братьям и сестрам. Раздумывая сейчас о Марии, я хотел бы пожелать вам сейчас, в эти пасхальные дни, найти живого Иисуса. Не того, который где-то там в гробе, в наших каких-то пониманиях, живого Иисуса. Который хочет живых реальных отношений. Который хочет назвать тебя по имени. Вот я желаю вам найти такого Иисуса. Аминь.